Всем добрый день! Сегодня мы, молодежное криво Жосотан, совместно с информационным порталом 716.kz начали обход по студенческим общежитиям. Основная цель данного обхода – выявить, насколько студенческие общежития готовы к приему студентов. Сегодняшним нашим общежитием стало общежитие Строительно-технического колледжа. В данном общежитии проживает в целом 30 человек. В прошлом году по итогам нашего обхода мы сделали ряд рекомендаций. К сожалению, мы вынуждены отметить, что не все рекомендации были выполнены. В частности, очень много замечаний. Это по неработающим лампочкам практически на каждом этаже, в том числе, где проживают наши студенты. Не работают лампочки, не работают также унитазы. Положительным моментом хотели отметить то, что руководство поставило Wi-Fi. Работают также душевые. Две стиральные машины не смогли просмотреть, так как они были закрыты. Но я думаю, здесь тоже можно дать рекомендации, чтобы они работали подольше. И у нас вопрос по холодильникам. Холодильник у нас находится на вахте у охраны и в комнате воспитателя. Мы бы хотели, в принципе, да, чтобы холодильники находились на этажах, где проживают студенты. Наш обход общежития будет продолжаться в дальнейшем. Будем вас информировать. Не работает, да? Есть какие-то предложения, вопросы, жалобы какие-то? Вот у меня один вопрос, да? Раз, два. Почему у вас два плафона не работают? Не знаю. Не знаю. Давно не работают? По идее, три. А, раз, два, три. Три плафона давно не работают? Как мы заселились. Как и заселились, да? А по поводу унитаза, сливной бачок, не работают давно? Нет, недавно. Недавно? Когда отслабывался? Не знаю. Парни, мы на участие еще один раз. Ладно. Вы у нас дистанционно учитесь, да? Или на занятия ходите в колледж? В колледж. Ага. Ладно, не будем вас отвлекать. В колледж и на участие. Все, хорошо. Удачного удачного вам. Спасибо всем. Рассказать немножко про досуг. Что делается? Потому что кажется, что скудно, конечно, детям скучно. Да, вы правы. Знаете, сейчас наша вся работа направлена на предотвращение, чтобы распространение этой у нас карантина. Поэтому мы постоянно мониторим. Я вот могу показать. Каждый вечер температуру детей измеряем. И все время проводим беседы. Вот это на каждый день. Их температуру записываем. Обеспечили их антисептиками. И чтобы, ну как бы, сократить. И такие большие мероприятия, когда у нас было, вот я же вам говорила, 260 детей в прошлом году. И у нас были мероприятия. И так как у нас основная масса, это была часть мальчики, то основной упор мы делали на спортивные мероприятия. Мы ходили в спортзал. У нас очень много с нами работали учителя физкультуры, лыжи, коньки. В общем, упор был. Тренажерный вы у нас видели? Зал тренажерный. А вот. Мы не погнали. А вот, давайте. И в основном вот такое. Сейчас у нас есть теннисный стол на четвертом этаже. Ребята играют в теннис, в шахматы. Ну мы как бы по одному, по два. И основной упор это сейчас индивидуальные беседы. И я говорила, у нас сейчас 30 человек, но как бы подъезжают не все время у нас 30 человек, а вот практика. Да, да, практика. Они приехали, отработали практику, уехали. Студент сам себе обеспечивает там мыло жидкое или там пусковое, туалетную бумагу и так далее. А нет, это он сам, да. А у нас бесплатное трехразовое питание горячее. Вот они. Питание за бесплатное? Бесплатное. Бесплатное, бесплатное. За счет кодич.